Добрый день друзья! Приветствую вас на канале посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Цель канала просвещать потенциальных покупателей и продавцов, а также потенциальных и профессиональных операторов рынка недвижимости. Друзья, сегодня мы будем говорить об активности рынка. Это очень интересный показатель и измеряется он количеством транзакций, которые происходили на рынке недвижимости Украины в 2018 и 2019 году. Статистику нам предоставляет Министерство юстиции Украины. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал. Друзья, перед вами карта в соответствии с административно-территориальным делением Украины. Период исследования 2018 год, 2019 год. Мы будем говорить об активности рынка недвижимости или же количестве транзакций, которые происходили на рынке недвижимости Украины. Итак, мы видим, что в 2018 году, показывая указкой, количество транзакций соответствовало 480 709 объектов недвижимости было продано на территории Украины. Ну и соответственно, в 2019 году мы видим уже 500 708 объектов недвижимости было продано на территории Украины. Мы видим незначительную динамику, которая нам показывает по итогам года рост плюс 4,2%. Давайте посмотрим структуру транзакций. Из чего состояли договора отчуждения прав на недвижимое имущество в целом по Украине. Ну, первое, что хочу отметить, 67% или 335 806 объектов недвижимого имущества составили договора купли, продажи квартир и жилых домов. Показываю на диаграмме указкой. На втором месте мы видим договора дарения квартир и жилых домов. Всего 115 399 объектов было подарено гражданами Украины, что соответствует 23% общей структуре отчуждения прав собственности на рынке недвижимого имущества. Ну, хочется обратить ваше внимание на низ слайда, где я специально подобрал, сколько же договоров дарения было в динамике во временной период с 2014 года по 2019 год. Итак, мы видим, что в стране с рыночной экономикой по-прежнему украинцы предпочитают не продавать свое недвижимое имущество, а дарить. 2014 год 90 618 договоров дарения. 2015 год 92 255 договоров дарения. 2016 год 107 693 договора дарения недвижимого имущества. 2017 год 118 069 договора дарения недвижимого имущества. И 2018 год это вершина апогея щедрости на рынке недвижимости Украины. 122 2918 договора дарения было подарено, естественно, гражданам друг другу. Видим, что в 2019 году динамика изменяется и значительно меньше уже людей предпочитают дарить друг другу недвижимость. Всего в 2019 году 115 399 договора дарения. На третьем месте мы видим другие договора отчуждения недвижимого имущества, что составляет 5% от всех транзакций, происшедших на рынке недвижимого имущества Украины. Четвертое место занимает договора ипотеки квартир и жилых домов. Это 13 507 объектов недвижимого имущества было приобретено с помощью ипотечных кредитов. Ну и, естественно, на последних местах мы видим другие договора ипотеки. Это всего лишь 6620 объектов, что составляет всего лишь 1%. И договора мены квартир и жилых домов. 2561 договор, что соответствует также 1% в общей структуре транзакций, которые произошли на рынке недвижимости Украины. Друзья, перед вами следующий слайд. Мы рассмотрим активность рынка недвижимости Украины. Период исследования 2018-2019 год. Как я уже говорил, в 2019 году количество транзакций на территории Украины достигло 500 708 объектов недвижимости. было продано, что показало положительную динамику, плюс 4,2%. Лидером в центральном регионе был город Киев. Количество транзакций достигло 75 985 объекта недвижимого имущества. Было продано на территории или в городе Киеве, что показало положительную динамику, плюс 12,4%. В западном регионе, показываю указкой, лидером Львовская область. В 2019 году, общее количество транзакций в Львовской области составило 32 049 объектов недвижимого имущества. было продано, что показало положительную динамику, плюс 9,4%. Смотрим северо-восточный регион. Лидером в северо-восточном регионе является Харьковская область. Количество транзакций достигло 44 962 объектов недвижимого имущества, которые были проданы Харьковской области, что показало положительную динамику, плюс 3,5%. Также Днепропетровская область, мы говорим о Донецко-Приднепровском регионе, показываем указкой, в которую входят Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская область. Лидером в этом регионе, естественно, была Днепропетровская область и количество транзакций в 2019 году достигло 47 834 объектов недвижимого имущества и показало положительную динамику, плюс 3,5%. Ну и Одесская область у нас является, к сожалению, аутсайдером в регионе Причерноморском, в который входят Одесская область, Николаевская область и Херсонская область. Мы видим, что количество транзакций в Одесской области показало 29 580 объектов недвижимого имущества, было продано и показало по отношению к 2018 году отрицательную динамику, минус 0,9%. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо правильно подписаться на мой канал. Вы также можете обсуждать меня, критиковать, посылать нахер, но при условии, если у вас есть аргументы. Вы также должны помнить, что компания Олимп Консалтинг и я, ваш скромный слуга, готовим ежемесячно обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом в каменных джунглях рынка недвижимости Украины.